Привет, просветители! На прошлой неделе я посмотрел сразу же несколько роликов и материалов, посвященных Екатерине Мизулиной. Да, у всех свои странности. В которых авторы пытались ответить на вопрос, а почему эта дама так популярна у подростков? Подождите возмущаться, сначала досмотрите до конца. И меня, честно скажу, очень удивил вывод, в котором Мизулину сравнили с мужиком из мемов, орущим ясь. Посмотрите, какие вопросы студенты задают. Только вот, на мой взгляд, здесь все гораздо сложнее. И такое поверхностное суждение все просто рофлят. Показывает, что когда люди специалисты во всем, от внешней политики до финансов, экономики, образования и медицины, какие-то вещи очень легко упустить из виду. То, какие отношения сложились у школьников с Екатериной Мизулиной, весьма показательный симптом серьезной болезни российского образования. Прежде чем перейти к построению этой веселой схемы Мизулина-дети-школа, я должен и свои пять копеек вставить. Потому что отлично понимаю, что ролик вызовет неоднозначную реакцию. Мало кто в интернете Мизулину хвалит. И я не буду. Для меня какое-либо серьезное обсуждение Екатерины звучит уже забавно. Закончилось тот год, когда она на интервью заявила, что какие бы фейки не размещал в своих передачах Михалков, внимание, фейки на многомиллионную аудиторию, про чипирование, вышки, ее лига безопасного интернета проверять режиссера не будет. Потому что она его уважает. Никиту Сергеевича я уважаю. Это его авторская точка зрения. Он так считает. Я знаю, как он готовится к программе. У него под каждое слово есть документ, сказала Мизулина. Документ про чипирование и вышки 5G. Ну, звучит вполне правдоподобно. И буквально через пару минут после этого заявления Екатерина удивляется. Почему же в России такое настороженное отношение к вакцинации? Ну, может быть, потому что людям прям с экрана ТВ заявляют, что это чипизация? Не? Екатерин, а вы с этим бороться не хотите, потому что Никита Сергеевич Михалков очень уважаемый человек. Вот 1 плюс 1 сложить не получается. Очень уважаемый человек с экрана ТВ заявляет, что если ты сделал прививку, тебя чипировали. Значит, есть источник. Значит, проработали. Я не думаю, что мы возьмем это в работу, потому что это Никита Сергеевич, уточнила Мизулина. Как человек, у которого мать буквально за несколько дней сгорела от короны, не дождавшись чипирования, передаю Михалкову и Мизулиной горячий привет. Нет. После подобного интервью, в нормальной ситуации, Екатерина уже на следующий день должна была бы лишиться своей работы. Ну, тупо из-за профнепригодности и нарушения профессиональной этики. Дама, заявляющая, что ее миссия сделать интернет безопасным, не будет проверять псевдонаучные и вредительские высказывания человека, потому что она его уважает. Екатерина, вот вы на фоне флага России постоянно гимн распеваете, но, похоже, немного забыли, что официальная позиция нашего государства и президента в частности несколько отличается от того, что пытался доносить Михалков. Поэтому, когда вы в своей телеге пишете, что служите России, наверное, нужно уточнять. Ну, знаете, под звездочкой, как информация от иноагентов. Служу, но с оговорками. Вот с рэперами боремся, а уважаемые люди могут нести все, что угодно. Авторская точка зрения. Обидно только, что право на нее, похоже, есть не у всех. Ну и теперь, когда с этой частью все ясно, переходим, наконец, к школе. За последние несколько лет у нас сложилась очень веселая ситуация. На самом деле, уже давно не до смеха. Когда какие-либо изменения в системе образования чаще всего работают по одной и той же схеме. На самой верхушке этого графика расположились политики, которые периодически делают громкие заявления. Кому-то каких-то тем в учебнике истории не хватает. На следующий же день кравцов. Все исправим. Для кого-то патриотизм у школьников хромает. Разговоры о важном ведем. Все наладится. Володину борща не хватает. Девочки должны уметь заботиться о будущем муже. Не волнуйтесь. Сейчас ведем труды и все будет. И не беда, что все те же темы уже давно в технологии есть. Но об этом я отдельный ролик выпущу. Что бы ни сказали наверху, министерство сразу же готово действовать и воплощать. Ну, как действовать? Скинуть все на школу. Готова ли она? Есть ли база? Какая разница? Надо, значит надо. И дальше уже администрация из букв G, O, P и A пытается собрать слово вечность. У кого-то это лучше получается. У кого-то хуже. У других совсем не очень. Но главное, чтобы информация, которая поступает на следующий уровень от школы, министерству, от министра, политикам, была позитивной. Сделали, добились, реализовали, выполнили. Благо, что синонимов в русском языке много. И во всей этой прекрасной системе школьники выступают исключительно объектом. Их мнение даром никому не нужно. Никого не интересует, сколько уроков в одиннадцатом классе. Добавляем еще один. Какая разница, что на улице минус сорок, а попа, простите, к стулу примерзает в кабинете. Девочки не должны носить брюки. Иначе член вырастет. Ну и что, что спортивный зал не рассчитан на такое количество человек, и дети в прямом смысле этого слова в обморок падают. Мы тут вообще-то флаг поднимаем. Потерпите. Условная шестиклассница Маша из Старокопытинска мало кому интересна. За нее уже давно все решили. Ее не спрашивали. Она интересна исключительно как часть некоего аморфного подрастающего поколения. Что конкретно происходит в школе Старокопытинска, никто знать не должен. Более того, со своими проблемами, и тут очень важный момент, не личными... Ой, пальчик бобо. А в общем, для всего учебного заведения нашей Маше обращаться банально некуда. Потому что администрация школы и так о них знает. А если попытаться пойти выше, мало тебе не покажется. Потому что из-за твоего стукачества, а обычно это именно так преподносят, такая идеально налаженная связь школа-вышестоящие инстанции начинает трещать по швам. Никому не нужно, чтобы там знали, что происходит здесь. Министерство просто забрасывает школу инициативами и бумажками, а в итоге плавают во всем этом креативе дети. И помогать им никто не планирует. За очень редким исключением. Потому что все заняты написанием отчетов и пересылок очень веселых фотографий для проверок. И вот в такой ситуации появляется Екатерина Мизулина, которая, внимание, задает детям вопросы. Звучит безумно банально. Но мы в этой системе вообще такого не видели. Тебе возвращают субъектность. Оказывается, кто-то хочет услышать твое мнение. А что вы думаете? Опа. А расскажите, как в вашей школе реализовано? Б. Она практически каждый день публикует письма школьников, в которых те делятся своими проблемами. И нет, это не... Ой, столько кружков, столько кружков, даже не знаю, куда ходить. Такое счастливое детство, Министерство просвещения, ну хватит. Нельзя столько счастья. На одного ребенка сваливать. Отвали. Пока в той же самой телеге Минпрос рапортует о том, в каком восторге школьники от разговоров о важном, Мизулина публикует рассказы детей о том, что они спят по 4 часа в сутки, чтобы все успеть. И направляет официальный запрос к Равцову о недопустимости бесконечного расширения вне урочки. Аккаунт Министерства рассуждает о педагогических династиях и количестве новых с иголочки школ. А Мизулина дает ученикам возможность написать о том, что в их школе температура не повышается выше плюс 15. И номера учебных заведений указывает. И проверка начинается. И, внимание, тепло в кабинетах появляется. Оказывается, согреваться можно не только патриотизмом. А когда администрация школ начинает запугивать настучавших, она и это придает огласке. И дети все это видят. Дано, ледяная школа. Написали Мизулиной, и в школе стало возможно учиться. Весьма показательна и другая ситуация. В этом году на УГ по математике девятиклассникам разрешили пользоваться калькуляторами. А через пару месяцев опять запретили. Кто на возмущение школьников отреагировал? Может быть, Сергей Кравцов? Или министерство к детям обратилось? Ага, конечно, велика честь. А Екатерина Мизулина просит своих подписчиков-школьников подробно ей рассказать об этой ситуации. Кто изначально заявил? Откуда узнали? Что говорила администрация? Будем писать заявление. Понимаете, в школьной жизни у ученика происходит что-то важное, а ему не говорят «захлопни варежку», а приглашают к обсуждению. И это в нашей системе образования нонсенс. Пока директор школы в Сибири объясняет журналистам, почему брюки вредят девочкам, вся эта ситуация про слов нет. Екатерина вступается за школьников. И не просто общими фразами. Она просит номера, фамилии. И передает эту информацию дальше. И в таком случае нашей шестикласснице Маше вообще фиолетова. И на политическую позицию Мизулиной. И как она общается со студентами на своих встречах. И что она рэпера в страхе держит. У Маши неожиданно появился человек, которому на Машу не наплевать. Который готов ее выслушать. Который показывает, что я не только понимаю твои проблемы, я еще и попытаюсь тебе помочь. Маша осознает, что ей есть куда пожаловаться. Ужас ситуации в том, что абсолютное большинство высоких чинов совершенно не готовы слушать детей. Никто не хочет видеть пятиклассника, рассуждающего о прокисшей запеканке в столовой и об отсутствии туалетной бумаги в туалете. Нужны идеальные мальчики и девочки, которые на открытых уроках заявляют министру, что они очень любят историю. Дайте больше истории. Когда в интернете начала распространяться информация, что экзамен по обществознанию усложнили. Знаете, кто об этом в телеграмме написал? Наверное, Министерство просвещения. Ну, это же их прямая задача реагировать на волнение в школьной среде. Думаю, вы уже знаете ответ. Екатерина Мизулина работает с детьми и их проблемами. И здесь совершенно не важно мое отношение к Мизулиной. К цензуре, ко всему тому, что она представляет собой. Просто не замечать всего, что происходит в ее телеграмме и сводить все к банальному ясь, нейросеть. Это делать то, чем обычно и занимаются серьезные дяди и тети. То есть не замечать, как в этом школьном море пытаются выжить дети. И это громадная проблема, что рупором школьной жизни стал Мизулина, которая вообще этим не должна заниматься. Хотите узнать, что на самом деле в регионах, в школах происходит? Просто почитайте ее телегу. Не ее восторженные посты о президенте и кружочки, в которых она губки надувает, а письма школьников. Обращаться им просто больше не к кому. Поэтому я и говорю, что вопрос популярности Мизулиной среди школьников гораздо глубже, чем просто интернет-смешнявочки. Чтобы получить хоть какую-то официальную реакцию на банальнейшие проблемы, детям приходится писать на деревню дедушки. Ну, Екатерине Мизулиной. Вот в чем феномен успеха. Детям нужны ответы на банальнейшие вопросы, а не очередная внеурочка. Если бы эту же активность проявляла условная Яна Ландратова, а не фонтанировала очередными инициативами, а давайте всех учеников заставим на разговорах о важном, к ней бы точно так же тянулись. Потому что школьникам банально нужен человек, который готов их выслушать. Вот и все. С вами приятное имя дело. В следующий раз о Володине поговорим.